В этом году поделиться своей кровью пришло 23 человека. Для большинства из них процесс уже привычный. Мария три года как стала донором. Желание сделать доброе дело и помочь кому-нибудь переборола даже страх болезненных ощущений от процедуры. Я тоже немножко, когда первый раз хотела сдать кровь, я тоже этого боялась, потому что как-то не особо приятные ощущения. Но потом, после первой сдачи крови, я поняла, что это не так страшно, не стоит этого бояться, нужно это делать, нужно помогать людям. В сентябре день донора проводится в рамках месячника гражданской защиты населения. Управление рассылает приглашение принять участие в акции по предприятиям города, которые и ищут добровольцев в рядах своих работников. В этом году откликнулось 13 организаций. Стало доброй традицией ежегодно 9 сентября в соответствии с планом проведения месячника гражданской защиты при станции переливания крови нашего города проводить день донора. День донора – это еще один повод наполнить людям о проблемах донорства в России. Мы выражаем благодарность руководителям объектов экономики за доноров. Хотя прийти на станцию переливания крови можно в любой день. Основные требования для донора – возраст старше 18 лет, наличие российского гражданства и хорошее состояние здоровья. Главное – не забыть с собой паспорт. Группа крови и резус-фактор значения не имеет. У нас город, конечно, небольшой, но потребность у нас есть. Мы обслуживаем 7 районов, все северные районы, которые у нас близлежащие. Мы выдаем свои компоненты крови. Запас у нас всегда литр крови должен быть. Поэтому у нас есть список доноров, которые такие редкие группы. Мы их вызываем по необходимости. К слову, медики отмечают, что доноры помогают не только нуждающимся, но и себе. По их словам, активное обновление крови снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и продлевает молодость. К тому же, почетные доноры пользуются некоторыми льготами. Даля Бурова, Ильшат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова